Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне. Телерадиоканал, страна FM, один на всю страну. Друзья, 10.04 в Москве. Телерадиоканал, страна FM, вместе с вами. Меня зовут Влад Кутузов. Доброго утра еще раз всем. Ну и сегодня уже у нас продолжится утро музыкально. И очень интересно, потому что у нас в гостях сегодня петербургская арт-хаус и сит-хоп-групп. Правильно я сейчас говорю все? Норм. Потому что так написано, я думаю, что посторонние. А говоря конкретнее, Александр Кириенко, Саш, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Фетисов, Дима, доброе утро. Спасибо, что пришли. Давайте начнем вот еще. Вам же еще фактически нет и года. То есть вы образованы были, я вот посмотрю, в январе. Да, в январе был первый концерт. А, в январе этого года, соответственно, 19-го года. 19-го года. И 1 ноября, то есть совсем недавно, буквально вот, да, 5-6 дней назад, у вас вышел дебютный EP под названием L-181. Да. Я сейчас сначала буду глупый вопрос, а потом умный дальше. Потому что глупые тоже нужны. L-181, ну же не просто же так назвали. Конечно, не просто. Почему? У меня еще там по названию будут вопросы, которые вам надоели уже, но я все равно их задам. L-181, это о чем идет речь вообще? Заглавная песня на этом мини-альбоме называется L-181. Там идет речь о бесконечной электричке космоса ночи L-181. Это электричка. Электричка, в которой происходит все основное действие песни. Сейчас, блин, я понял, что непростой разговор будет. Бесконечная электричка ночи. Космоса ночи. Космоса ночи. Мы вам подарили только что альбом, там изображена электричка. А, вот, кстати, да, я еще не посмотрел, да, действительно. Теперь по поводу названия. Это тоже не очень умный вопрос, но я обязан его задать, потому что мне искренне интересно, почему посторонне написано с маленькой буквы. И об этом сегодня уже в кулуарах у нас тоже люди, которые здесь у нас в коллективе интересовались. На самом деле, посмотрите на альбоме, не с маленькой. Там есть все большие просто, либо все маленькие. Все маленькие, все большие. Все буквы абсолютно одинаково классные, поэтому зачем какую-то выделять. Посторонне с маленькой буквы, посторонне с большой пишите буквы. R со средней, не важно. На самом деле, сегодня, в принципе, достаточно популярная тема. Написание одним шлифтом за главным, меньшим, никакого значения уже не имеет. Ну, а, кстати, я заметил, такой тренд есть сейчас многие даже. Ну, нивелированные темы. Некоторые принципиально пишут и название песен с маленьких букв, твои исполнители, особенно там какие-нибудь коллабы сложные, там три-четыре участники, все с маленьких букв пишутся. Вы до того, как начали совместное творчество, вы были знакомы уже или вот на основе этого познакомились? Да, были знакомы, да, мы дружим уже несколько лет. Ну, а как, собственно, вот дружите и до этого ничего не делали? Вместе музыкального имеется в виду. С чего началось это все вообще? Дима, с чего началось? Ну, на самом деле... Это творческий путь, вот эта вся история. Не, на самом деле, что касается создания группы, я считаю, что это очень круто, потому что я, в принципе, ну, к музыке там мало имею отношения, в плане того, что не пою. Вот, допустим, ребята там, да, Саня, и у нас еще Стас Максименко есть третья часть группы, который еще вот, он сейчас приедет скоро только в Питер, еще в Москву, едет из Питера. Они поют, да, я не пою, в общем, никогда этим не занимался. И, собственно, поэтому у нас не было такого, чтобы давайте, ребята, создадим группу, давайте там писать песни, давайте продвигаться. Так получилось, что, собственно, у меня был текст от Саня, собственно говоря, со Стасом как-то там подложили его на музыку, и как-то сошлось, и, в общем-то, вот так потихоньку... У нас появился первый трек, потом обнаружилось, что есть еще три. Мы выступили на первом концерте, и казалось, что это очень здорово звучит. Мы сделали перерыв на месяц, собрали еще треков, еще, ну, где-то четыре трека, чтобы был уже нормально, полноценный концерт, и все, и оказалось, что у нас все получается. То есть можно так работать, и мы начали теперь выступать регулярно, добрались до Москвы. Это круто. Сегодня будет концерт. Да, о концерте мы еще поговорим попозже, но, слушайте, о музыке можно бесконечно говорить, но лучше они же скажут сама музыка, правильно? Прямо сейчас у нас есть возможность посмотреть ваш клип под названием «Триллер». «Триллер». Друзья, доброе утро. Группа «Посторонние» из Питера у нас в гостях. Александр Кириенко, Дмитрий Фетисов. Ребят, доброе утро еще. Привет. Слушайте, ну прям, ох, вот сейчас, конечно, песня «Триллер». С утра так. Это с утра, это прям очень хорошо, очень мощно заходит. Это нужно время для того, чтобы... Мне кажется, этот клип и песни, это невозможно осознать с одного раза. Так надо пересмотреть просто еще, да? Это нужно два-три. Там же Игрэскелли и Хичкок появлялся еще, по-моему, и какие-то известные персонажи только. Да, то есть сама песня полностью пронизана образами из фильмов Хичкока, нашим любимым, одним из любимых режиссеров. И, соответственно, клип тоже весь насыщенный образом из песен. И здесь камео и сыграл режиссер клипа Александр Счастный, и Хичкок, и вот эти вот актеры Джимми Стюарт, Грейс Келли убегают в погоне от всех. И там в клипе еще был ваш третий участник, Сергей, да, по-моему, его зовут? Стас, да, его зовут. Он на пути в Москву сейчас подъезжает, сейчас, да, вечером выступил. Слушайте, ну, мне кажется, вот почему-то такая музыка могла быть создана только в одном российском городе, ими которым Санкт-Петербург. Наверное, да. Вы как-то вот... Это же вечное противостояние музыкальное, во всяком случае, да, двух столиц, питерская тусовка музыкальная, московская. И вы ощущаете разницу какую-то? Сложно сказать, я не знаю. Московский менталитет, питерский менталитет. И они вот друг с другом не очень как бы дружат. Да, мне кажется, уже это подстерлось. Конечно, ритм города совершенно другой в Москве. Наверное, это просто накладывает отпечаток на поведение людей. В Питере все поспокойнее, не так торопятся. В Москве все торопятся. Быстро, видимо, и, соответственно, энергичные люди становятся. Хотя, возможно, в этот менталитет уже немножко люди играют. Да, да, да. Ну, вот я тоже хотел сказать, как мне показалось, слишком медленные песни для Москвы. Ну, это не отрицает ее заслуг, в принципе, и больших плюсов. По поводу концертов. Мне интересно, давайте сразу скажем, у вас же сегодня концерт в Москве. Это, собственно, главный информационный повод и в Питере потом. Сегодня концерт во сколько где, давайте скажем, всей аудитории. Сегодня клуб Powerhouse, 20.00. Приходите, будет концерт группы Посторонние и группы отдельный сольный проект Стаса, Амазмона. Это Амазмона будет на разогреве или как все это устроено? После концерта. После. То есть вторая часть концерта, это будет Амазмона. Ну, мы так придумали сделать. Это Москва сегодня, а в Питере когда концерт будет? В Питере, 12 ноября, тоже в 8 часов вечера, Union Bar, Union Bar, 12 ноября. Ну, скажите, вот то, что прозвучало в песне трейлер, я хорошо понимаю, как-то, и мы слышали, как это звучит, да, в студийном варианте, как это вживую все? Ну, еще круче. Это круче сэмплеров, куча сэмплеров всяких, да, электронного звучания и так далее. Просто звук очень мощный на концерте. Более объемный, конечно. Там просто бас сбивает с ног, мы, соответственно, более энергично читаем, потому что по эту музыку невозможно спокойно читать. Еще у нас видеоряд, не клип этот будет, а на фоне будет видеоряд мощный, то есть скучно не будет. А мне кажется, такая музыка просто не имеет права звучать тихо, она должна звучать очень громко, настойчиво, я бы даже сказал. Да. Надеюсь, клуб выдержит такого напора. Да, я думаю, что должен выдержать. Это ваши первые большие вот такие сольные концерты или уже были где-то? Сольного концерта в Москве до этого не было, это будет первый. Это первый сольный концерт. В Питере был на берегу Финского залива, ну, такой полный. Это open air какой-то или что-то? Да, это был, забыл название, какой-то кинофестиваль, и на закрытии мы там выступали. У нас вообще есть интересные концерты, помимо клубов. Ну, клубы как бы понятно, да, вот мы выступали как-то в хостеле. Это было очень круто. Один из лучших концертов. То есть мы вначале думали, хостел не потянет звук, там был отличный звук. Лучше, чем в ней траклубах. Да. А почему кому такая идея пришла в хостеле? Просто такой интересный хостел, он там проводит всякие мероприятия, типа выставки художников, кинофоказов. То есть арт-хостел такой, да? Арт-хостел, да. И на кухне, то есть бывшая коммуналка, большущая кухня, и там происходят всякие вот эти вечера, в том числе концерт. Был просто отличная дискотека, из всех комнат повыползали жители этих комнат, помимо гостей, которые пришли непосредственно на гостей. Слушайте, ну короче, по стандарту и по шаблонам у вас, по-моему, не идет ничего, и в этом вы прекрасны, мне кажется. Это на самом деле здорово. Друзья, несколько минут, у нас небольшой перерыв, рекламка, и мы вернемся к вам и продолжим. Ну вот, друзья, мы к вам снова вернулись. Доброе утро еще раз. Группа по сторонам. Хотел сказать дуэтом. Нет, дуэтом нельзя. Стас же еще у нас пытается пробраться из Питера в Москву. Он добирается. Слушайте, а получается, на сцене как у вас? Трио, да? Или еще есть какие-то музыканты, которые помимо вас? Ну, у нас три человека. Иногда с нами выступает еще одна девчонка, она танцует. Вот, собственно, это бывает редко. Не будет в этот раз такого, но... Слушайте, вот на это я бы хотел посмотреть, потому что я пока... Это было в хостеле. Потому что я пока не совсем понимаю, как танцующая девчонка и ваша музыка, как все это может сочетаться. Ну, музыка танцевальная, на самом деле. Просто она отрывается под нашу музыку на сцене. Ну, танцы, в конце концов, тоже будут разные. Конечно. Слушайте, давайте еще раз напомнить. Значит, сегодня концерт в Москве в Пауэрхаусе. Восемь вечера. Восемь вечера, шестого ноября. И двенадцатого ноября в Петербургском Юнионе, да? Да, уже восемь часов вечера. Смотрите, вот по поводу проекта «Живые поэты». Да, это что такое? Я просто не совсем понимаю, очень хотелось бы. Это проект, в котором мы принимали участие какое-то? Или что, почему? По-моему, это сборник. Это сборник поэзии современных, актуальных, скажем так, поэтов. И часто это музыканты, чьи тексты хорошо читаются с листа. Издается такой сборник. По-моему, вышел один пока сборник. Там есть и мега-известные, и мало-известные музыканты, поэты. Сейчас будет выходить второй сборник, на котором будет текст песни L181. Вот я почему спросил про поэтов. Не просто так мне показалось. Я хочу, чтобы вы на этот вопрос ответили. Мне показалось, что... Ну, понятно, что песни — это единое целое, да, такая штука. Но мне показалось, что ваш текст может существовать, в принципе, и отдельно от песни. А вот мне, честно, кажется, что не очень ему интересно будет читать без песни. Очень длинные, во-первых. Во-вторых, там есть определенные вставки. Вот это вот. Бесконечная электричка космоса ночи L181. Оно круто звучит, когда это вот с таким скачем, с подачей. А когда это читаешь, мне кажется, что это что? Просто мы это уже сотни раз произнесли под музыку. Хотя, возможно, да, просто уже замылено. А и под музыку это звучит просто в сто раз круче. Слушайте, ну вот скажите, музыка ваша, она же все равно, она же не коммерческая. Вы задумываетесь вообще, как бы, может быть, немножечко сделать ее более коммерческой? И вообще, какие отзывы не от ваших близких людей? Это понятная история, да? Это всем всегда, все говорят, как правило, да, елей там льют. Ну вот люди, которые просто слушали, которые к вам, может быть, подходили, говорят, ребят, вот какая реакция вообще на вашу музыку? Обычно половина зала стоит и слушает текст, и поэтому они не шевелятся, таки залипают, просто пытаются вслушать, не пропустить ничего. А другая половина зала просто уже поняла, что невозможно слушать и начинает просто колбаситься под музыку. И нам это нравится, потому что действительно у нас музыка состоит из двух вот таких равновеликих вещей, как очень крутая музыка, очень крутой текст. То есть, пускай каждый выберет, что ему нравится и слушает, или там, внимает этому. То есть, для аудитории полная свобода. Абсолютно. Слушайте, вы же принесли вот такой альбомчик, который, на самом деле, просто вот такая вот картинка, да, такая вот, как обложка альбома квадратная. Но на формате CD можно записать диск и вставить весьма стаблодист. Да, L181, то есть, смотрите, я хочу просто так вот подпиарить чуть-чуть, знаете, в камеру. Значит, QR-код специальный, да, наведя на который камеру, вы сразу выходите куда, получается? На список всех платформ, где лежит этот альбом, можно послушать. Это и iTunes, и все остальные, которые есть. Да, я не смогу. Ну, круто. Давайте мы еще раз прервемся ненадолго. Впереди же у нас еще один ваш клип, называется он «Далес». Далес. Далес, вот по этому поводу, у меня там куча вопросов есть интересных всяких. И мы к нему вернемся очень скоро, друзья. Небольшой перерыв, мы продолжим. Первый и единственный в России. Самый яркий. Самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна-ФМ». «Страна-ФМ» один на всю страну. Друзья, доброе утро. Александр Кириенко, Дмитрий Фетисов, группа «Посторонний» из Питера у нас сегодня в гостях. Доброе утро еще раз. Слушайте, вот у вас же музыка, она все равно сложно устроенная. Пожалуй, что да. Ну, правда же, да, она на самом деле сложно устроенная получается. Вы пишетесь дома, мы чуть-чуть об этом говорили за эфиром, но больше сложно, никто не слышал об этом. Или я к чему клоню? Я клоню к тому, что есть музыканты, которые говорят, ну, собственно, уже технологии достигли таких высот, что студия профессиональная не обязательно, потому что все можно сделать дома и качество не будет отличаться. Многим, кстати, это удается сделать. Есть люди, которые говорят, нет, все равно надо идти на студию, где профи тебе все сделаются, ведут, отмастерят и так далее. Отвечу на часть вопроса. Вторую часть Дима продолжит. Стас, музыкант, очень талантливый, у него электронная музыка, при этом сэмплы почти все, это живые сэмплы, которые, он просто мультиинструменталист, он, где только у него есть возможность записать барабанов кусочек, бас-гитары, гитары, синтезаторов, он все записывает, копит в свою коллекцию звуков, потом он делает из этой палитры красок песни. То есть он, как электронщик, может позволить себе это все делать на своей базе компьютерной. Но когда мы делаем уже трек с голосом и все сводим, здесь продолжает отвечать Дима. Дима. Да, но, собственно, запись, наши читки, да, то, что можно так назвать, это все происходит на киностудии Tent Film, вот, моя киностудия в Питере, и, в общем, там мы уже записываем треки. Ну и тут сам Бог велел раскрыть небольшой секрет, ты же занимаешься еще помимо музыкой документальным кино. Да, раз в два года. Ну, раз в год, раз в два года я выпускаю короткометражные фильмы документальные. Недавно у меня закончилась съемка игровой картины, она выйдет в 2020 году. Вот, называется «Рок-н-ролл для стрекоз». Вот, поэтому в 2020 году всю эту картину увидят. Но это игровой фильм, не документальный. А, игровой, не документальный. Ну, это короткий метр, да? Это короткий метр, да. Ну, вообще, мне нравится форма короткого метра. Я делал и участвовал в создании полнометражных фильмов, вот. Но мне нравится либо форма короткого метра, либо такая вот форма альманаха в кино, когда фильм состоит из таких маленьких историй небольших. Ну, слушай, это будет, извини, мне просто интересно. Это будет традиционное кино или это будет все-таки... Мне кажется, что это будет какой-то арт. Все равно, либо арт-хаус. Да, в ту сторону, наверное. Да, скорее, это такое, что называется, как под... Around, да. Around acid, да, что-то такое. В хорошем смысле, под кислотой, ну, что-то такое будет. Хочу сказать, under acid. Under acid, да. Ну, смотрите, вастровый. Вот Саша, Дима и Стас, напомню, да, мы о нем сегодня много говорим. Человек-третий участник, который сегодня пока еще не приехал из Питера в Москву. Уже, по-моему, как раз только что приехал. Ну, вот должен, да, вечером он должен появиться на сцене в любом случае. У вас бывают моменты, когда у вас много разногласий, и вы не можете понять, кто в какую сторону тянет, и за кем будет последнее слово? Любительность, это, в общем, только на записи альбома, да на гастролях. Поэтому особенно некогда ругаться. И здесь даже, приехав к нам на страну и фом, и то не втроем, а вдвоем. Слушайте, давайте у нас же скоро будет... Ну, для вас это не премьера, для нашего эфира это будет премьера. Это песня под названием... Delos. Это о жиле же речь на нем. Посвящается, о жиле-долез. Слушайте, я хочу просто зачитать, значит, трансцендентальный эмпиризм, различия и повторения, виртуальное и актуальное, сингулярность, тело без органов, это же все он, дизъюнктивный синтез желающей машины, аффект детерриторизации. Я даже не знаю, что это такое. Вы знаете, что это такое? Пыткоделезом. Пыткоделезом. Посмотрите видео в YouTube. Наматизм, линию скользания, ну и так далее. Посмотрите, видео в YouTube называется Пыткоделезом. Пыткоделезом? Да, там ребята, очень смешно. Друг другу цитируют Делеза и говорят, сможешь повторить? Если он не может повторить, то получает, он там, получает по голове, короче. Ну, короче, после эфира смело можете мне заехать уже, потому что я все это, как вы слышали, не осил. Ну, у Делеза есть очень такой крутой книгом-манифест, по-моему, там 500 страниц, которые безумно любят покупать себе девушки-киноведы. Из Питера. Да, из Питера, да. И они ходят с этой книгой вот так по Питеру. Как с котом. Солнечные летние дни, как с котом, да. И я думаю, что... Называется кино. Есть, наверное, одна какая-то барышня, которая до конца это дочитала, но я тут не уверен. А почему Делеза-то получился? Потому что куча же философов всяких было. Огромное просто количество. Великих. Он был крутой киноман, он объяснял кино. Ну, на самом деле, для меня зацепка в плане слов. Мне нравится вот это вот само звучание, Делеза, вот это вот какая-то. И в самой песне там тоже вот эти все рифмы, Делеза, Революция, Оз, вот такие всякие. Ну, вот мы услышим это совсем скоро, и клип тоже увидим. Все-таки, по смыслу, там много из того, о чем он, собственно, писал вообще? Ну да, то есть, по сути, это попытка объяснить его мировоззрение с помощью наших песен. Плюс мы, конечно, сюда добавили свои какие-то вещи. Ну, вы услышите сейчас. То есть, есть вещи, которых он не мог явно говорить, но мы решили, что это все в тему. Ну, это будет проще для понимания? Потому что он не самый простой чувак, так мягко говоря. Ну, песня не самая из наших простых. Слушайте, ну давайте, наверное, прямо сейчас мы уже это сделаем. Я предлагаю послушать песню, посмотреть клип. Итак, клип называется «Дель Оз», собственно, как и песня. Группа «Посторонние». Поехали. Телерадиоканал. Странно. ФР. Один на всю страну. Ну, друзья, мы к вам, собственно, вернулись. Группа «Посторонние» у нас в гостях. Тот редкий случай, когда ведущий забыл все вопросы, ибо вы вывернули этой песне «Мой мозг» вообще наизнанку практически. Нормально. Мне нужен антидот, как вернуться в эту реальную жизнь, скажите. Еще раз триллер посмотрим. Я об этом, кстати, хотел сказать. Вот, смотрите, если... Моя реакция, да, лично. Если триллер я хочу посмотреть еще раз, потому что я не все понял там, то в «Дель Озе» мне все понятно. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Ну, супер. А будет ли еще вот подобная песня? Вы же, я так понял, что не особо запариваетесь над стилями и направлением, потому что здесь и что-то и брейкбит проскочивает, и мне показалось, и «Индастриал» даже немножечко так вот, чуть-чуть всего вот этого намешано. Во-первых, у нас насчет первого вопроса, да, то есть третий трек на мини-альбоме «Л-181». Он тоже очень мощный, дрововый, самый качевый, наверное, трек. На него просто пока еще нет клипа. На обложке кадр из будущего клипа, на самом деле, вы можете увидеть. Вот, про «Электричку космоса ночи». А в плане... Что там, второй вопрос? А, жанры, да. Очень много жанров намешано, хотя они все равно объединены в один. Сложно назвать, мы ее называем «Acid Hop». Acid Hop, либо «Art House». Это такой термин из кино мы взяли, чтобы подчеркнуть нашу любовь к фильмам. Ну, к сожалению, нет третьего участника Стаса. Он бы сейчас вам все объяснил про музыку. К сожалению, я, наверное, не буду за него говорить. Слушай, ну, обещайте, что в следующий раз вы придете втроем, и мы тогда еще и с Стасом поговорим. Я после прослушивания вашей песни стал задавать несколько вопросов сразу, и все непонятные. Мне кажется, это хорошая такая, правильная реакция. Хорошая, да, хорошая. Еще менее понятны ответы наши. Ну, что поделать? Нет, нет, все хорошо, на самом деле. Слушайте, там же вот немножечко было инсайдерской информации. Пока нас никто не слышал, вы говорили, что попутно, когда вы снимали клип на эту песню, на «Де Лёс», вы еще дали какой-то спонтанный, случайный концерт в электричке? В трамвае. В трамвае, да. Это в Питере все было. Это было в Питере. Мы ехали в трамвай от площади Тургенева в сторону Кировского завода. Мы запрыгнули в трамвай, чтобы снять там пару сцен для клипа, а в какой-то момент обнаружили, что мы уже играем третий трек из наших там песен, и зрители никак не реагируют, они едут вперед, смотрят, потому что, видимо, не слышно было. Но нам это было по кайфу. Я хотел как раз спросить по поводу реакции зрителей, потому что, ну, бабушки какие-то едут, вдруг приходят какие-то там чуваки. Просто потом... Чуваки начинают играть, читать что-то вообще. Потом мы сделали концерт в трамвае уже настоящий. Это реально было? Да. Ну, это... Он был небольшой, там, 25-30 минут. Ну, это полчаса это хороший сет, вполне себе убедительный мне кажется. То есть мы во время сцена клипа поняли, что нужно делать концерт. и выяснилось, что это сделать можно. Это был трамвай какой-то стоящий на одном месте стационарный или в процессе удвижения? Нет, это был едущий трамвай. Пришлось заморочиться с оборудованием, потому что трамваи же громыхают. То есть мы сделали, во-первых, очень мощные колонки, плюс еще выдали всем наушники, чтобы в любом случае было слышно. Получилось отлично вообще. А вот смотрите, аудитория в этот трамвай, на этот концерт странной, но в хорошем смысле этого слова, потому что он правда необычный. Вы приглашали ее, или это были случайные люди, которые скупили билетики и сели? В основном позвали каких-то знакомых, но в итоге люди, когда узнавали, что концерт будет в трамвае, пришли люди, которые даже, наверное, не особенно это такой близок к стилю жанра. То есть концерт в трамвай. Сам перформанс понравился. Никто не сбежал оттуда в процессе. Ну выходили на своих остановках. Мне надо выйти там на следующий, но я выйду, ребят, я сейчас буду пораньше. Нормально, нормально. Или наоборот тут задержался. Мне надо час, но я посижу еще послушаю. Ну по-разному было, может там это все не секли. Слушайте, ну вот этот альбом, который называется, значит, L181, там всего сколько треков получается? Три трека. Это и фильм, и мини-альбом, да, получается? Да, и мини-альбом. Понятно же, что у вас, наверное, я так предполагаю, должен выйти полноценный альбом. Да, мы уже его почти закончили. Наверное, в начале следующего года выпустим. Наверное, будет 10 треков, может быть 9. Как он будет называться? Это будет непростое название, я так подозреваю. Пока не будем говорить. Сложное для понимания, так же как De L'O's. Да, может и нормально будет, понятно. Когда он выйдет, слушайте, для всех, кому? Наверное, начало следующего года. Может, в январе, феврале. Да, в январе, феврале. Ну, через год фактически. А, вот через несколько месяцев уже, 3-4 месяца остается. Уже ведь близится к Новому году. Друзья, еще раз напомню, посторонняя группа, мини-альбом ЭПИ, так называемая, L181, так он называется, прямо сейчас можете уже зайти на все цифровые площадки, он там есть. Ну и, собственно, клипы, помимо на стороне FM, то, что мы с вами сегодня посмотрели, в интернете все это есть, в Ютубе, насколько я знаю. Я сегодня уже смотрел. Я начал с триллера. Деделеза не успел добежать, но сделал вот сейчас уже вместе с вами. После эфира еще раз пойду смотреть. Давайте еще раз напомним по поводу концертов. Это все-таки главная штука, да, на сегодня. Сегодня концерт в Москве. Приходите на концерт в клуб Powerhouse сначала в 20.00 и в Питере 12 ноября в 20.00 Union Bar. 12 ноября в Питере, 6-го, сегодня в Москве. А вот вы существуете в масштабах своих, в границах своей тройки, да, вас три основных человека. Еще иногда, как мы выяснили, появляется некая незнакомка. Которая танцует танцы на ваших концертах. Хотелось бы ее тоже увидеть, может быть, в следующий раз. А слушайте, это всегда один и тот же персонаж или разные все время девочки появляются? Девочка одна и та же. Одна и та же. А она как-то принимает участие в создании музыки или она исключительно? Нет, она занималась акробатикой когда-то давно, вот, и, собственно говоря, хорошо двигается. Физически подготовленный человек. Да, физически абсолютно подготовленный человек, да. И когда я ей предложил, говорю, вот, давай это у нас там что-нибудь там на заднем фоне. Попробуй, поколбасишься. Слушайте, ну это надо тоже талант иметь, мне кажется, потому что именно под вашу музыку делать обычные, стереотипные, стандартные движения, ну, а зачем их делать тогда? Мне кажется, это может быть какой-то очень особенный танец. Никогда у вас не было мысли, я почему спросил про ваши границы, вот, до трех человек, сделать с кем-то какую-то коллаборацию, и если было желание, то с кем? Пока не было серьезных таких идей, может быть, со временем будет, ну, как пойдет, то есть пока у нас нас все устраивает так. Слушайте, а зачем это люди вообще делают? Сейчас же вот мода, да, сейчас практически в одиночку вообще никто не выступает. Ну, я там беру более, там, коммерческую музыку, да, более попсовую. У всех же вот совместки постоянно. Не, я могу понять, это просто интересно, особенно когда это на стыке жанров. Это всегда интересно, просто попробовать что-то в новом звуке, выйти в новое какое-то музыкальное пространство. Ну, хотя бы ради этого. Если там еще какие-то заморочки есть по продвижению, ребят, я не знаю, там, может быть, какие-то там свои темы, но вот сам факт, что можно что-то совместить несовмещаемое, то почему нет? Слушайте, ну, у нас 20 секунд осталось, представляете, как будто прилетело время. Александр Кириенко, Дмитрий Фетисов, группа «Посторонние». Еще раз, сегодня концерт в Москве в Пауэрхаусе и 12 ноября в Петербурге в клубе «Юнион», правильно, да? Ребят, спасибо огромное. Спасибо. Успех, что он называется, стандартный, но зато искренний. Ждем на концерт. Спасибо, что пришли. Всем пока, счастливо. Телерадиоканал Странно.ФМ Один на всю страну Редактор субтитров А.Семкин